Марина Перепелицына. Почему трудно быть вместе и как найти ритмы и связи в отношениях? Вместо введения. Головоломки со счастьем. Переживание счастья каждый производит только сам. Чиксент Михаи. Теория потока. Эта книга началась задолго до моего рождения, в начале 30-х годов XX века. Моя достопочтенная бабушка, многолетняя вдова, в 50 с небольшим лет неожиданно для всех объявила о своей беременности. Ее дочери тогда было чуть за 20, пройдет еще 30, и она станет моей фактической бабушкой, поскольку достопочтенной уже не будет. По рассказам родственников, объектом бабушкиной любви и большой страсти стал красивый грек, известный в прошлом преуспевающий промышленник, старше ее намного, но женатый. Плод их поздней любви появился на свет, когда ей уже было почти 52. Это был мой будущий папа. К моменту его рождения грек срочно устремился на свою историческую родину в Грецию. Шел 1932 год, и всю бабушкину семью за эту связь с кучей детей и родственников выслали в таинственное до сих пор для меня место где-то на Урале под названием Дуван. Эта история не стала скелетом в шкафу, ее рассказывали в семье достаточно часто как образец большой и несчастной любви, причем каждый рассказчик добавлял в нее свои интерпретации, от которых она становилась с каждым годом все романтичней и загадочней, обрастая все новыми подробностями. Я слушала эти интригующие рассказы, решая внутри своей детской души первую головоломку о любви и отношениях мужчины и женщины, как двое любящих могут расставаться, чтобы никогда больше не встретиться, не поинтересоваться и даже не окликнуть в течение жизни друг друга. Вторая история уже про других героев жизни, моих родителей. За 36 лет брака эти двое, будучи красивой парой, умнейшими людьми, образованными, интеллигентными, много чего достигшей в своей жизни, не смогли достичь главного, они никогда так и не встретились. Не встретились в том самом буберовском понимании, чтобы увидеть друг друга не через призмы своих ожиданий и фантомов, а такими, какими были на самом деле. Примечание. Мартин Бубер, 1878-1965 года жизни. Великий еврейский философ и гуманист. Автор известной книги «Я и ты», 1923 год. По Буберу, если встреча произошла, ошибиться невозможно. Я-ты. Встреча или откровение. Это событие, в котором человеку удается встретиться и войти в отношения с другим. Стилистика сохранена авторская. Третья история. Это дом, по сути, моих вторых родителей. Той самой ненастоящей бабушки по родству. Это сестра моего отца. И такого же ненастоящего дедушки, жизнь с которым была спасательным кругом от жизни с родителями. Оазисом до моего взросления. Они были почти ровесниками. Прожили длинную совместную жизнь. 62 года. Я когда-нибудь напишу о них рассказ или повесть. Это неважно. Они любили и обожали друг друга. Регулярно для разнообразия ругались. Но эти ссоры с годами становились для меня все чаще комичными. Хотя для них они всегда были с драматичным лицом по всем законам жанра парного конфликта. Дедушка не просто любил. Он всю жизнь служил бабушке в прямом смысле слова. Но именно момент ее смерти стал третьей и очередной головоломкой о парных хитросплетениях. Она умерла на рассвете. Ему тогда было уже 90. Он вышел на кухню. Я сидела, молча курила. И он, взяв сигарету, хотя ни одного дня в жизни не курил, затянулся и тихо сказал. «Ну, ничего. Может, хоть теперь, пусть немного, но поживу спокойно. Бог даст». Для меня этот момент стал таким же ошеломительным, как если бы мне предложили осуществить восход солнца вручную. Загадка, которую я теперь понимаю и знаю, как можно решить, тогда казалась непостижимой. Неужели даже от любимых людей в отличных отношениях можно так устать, чтобы смерть воспринимать как освобождение? Впрочем, с мамой ведь так и случилось. Если бы папа неожиданно не умер от передозы алкоголем, она бы все равно никогда так и не решилась вырваться от ненавистных и зависимых отношений. Четвертая история. Мой брак. Единственный и продолжающийся, и я надеюсь, что у нас с мужем еще есть время впереди для трансформаций. Брак стандартный для советского периода. Традиционная разница в пять лет. Я чистейший гуманитарий. Он инженер. Совместное проживание с родственниками. А как иначе в советские годы? Первые 20 лет брака – время бесконечной борьбы за власть двух сильных личностей, самодостаточных и успешных на своих профессиональных поприщах, перетягивание каната, кто кого, и регулярный шантаж друг друга разводом. На заре первых лет брак далеко не безоблачный. Я думаю, что развод, как результат нашей бесконечной борьбы, был бы обеспечен, если бы не родовое послание, транслируемое мне постоянно близкими. В нашей семье разводов не было и не должно быть. Я честно несла знамя с родовым посланием над головами своей семьи. Трудно сказать, что все-таки могло случиться в середине нашей совместной жизни, если бы я не пришла в психологию своей 33. Начались лихие 90-е годы, совпавшие с моим окончательным переходом в психологию и педагогику, годами обучения в России и за рубежом, защитой диссертации по психологии, кстати, которая была первой в России по применению гештальтерапии, открытием своего частного бизнеса в области психотерапии, началась новая профессиональная эра, ознаменовавшая новый период не только для меня, но и всей семьи. Но это было только начало больших переустройств всего в этой жизни. Благословенное время. В 1999 году, уже будучи гештальтерапевтом, я попала на курс Готла, США, под руководством известных американских мастеров-гештальтистов Роберт и Рита Резники. Примечание. Готла. Лос-Анджелесская ассоциация гештальтерапевтов США, Калифорния, существующая с 60-х годов XX века, как образовательная система объединяет специалистов из более чем 30 стран, постоянно ведет программы в разных странах мира. Роберт Резник, 1937-2022 года жизни. PHD. Клинический психолог, обучающий терапевт более 50 лет. Автор многочисленных статей и книг. Автор обучающих фильмов по работе с парами и обучению гештальтерапии. Рита Резник, PHD. 1991 года, председатель преподавательского состава учебной программы Готла. Они были женаты давно и счастливо. Они приезжали в Москву два года, наконец перевернув все мои представления о парных отношениях с головы на ноги, и своей историей, и своими взглядами на отношения двоих, и просто как пара зрелых людей, объединенных любовью. Отдельный вопрос заключался в том, что они приезжали в Москву втроем. Боб с женой Ритой и его бывшая жена-коллега Лив Эструб. Примечание. Лив Эструб, гештальтерапевт, практикующая в Санта-Монике, Калифорния, США, 1971 года. Конец примечания. Как им удалось достичь и быть в таких добрых отношениях, как мы могли это наблюдать, стала тогда очередной головоломкой. Переворот в своей семье я начала с себя. Это вечный закон терапии. Муж, ничего не подозревавший о моем начавшемся эксперименте с нашей совместностью, о котором я и не объявляла, следовал за мной, потому что просто всегда хотел быть вместе. Я выпоркнула не без сложностей из слияния, приводившего нас к регулярным баталиям с играми власти. Я сложила оружие, изменяя конфигурации, формы наших границ, и мы плавно перешли в комплементарность, взаимодополнение, со временем признав ее нашей общей ценностью. Ссоры пришли на смену сражениям за власть, но ушло из отношений ощущение постоянного удушья. Надеюсь, вы понимаете, какова пропасть различий между сражением и ссорой. Это были первые победы, которые стали результатом не усилий, а наших добровольных желаний, окрашенных совершенно по-своему у каждого из нас. Разница прежней жизни и наступившей была в том, что борьба за согласие перестала беспокоить. Знаете, когда одно время года сменяет другое, и на смену зиме приходит лето, мы же спокойно меняем теплую одежду на более легкую, без каких-либо усилий и напряжений, без сопротивления наступившим изменениям. Мы замечаем, мы даже осознаем эту смену, мы даже можем быть крайне недовольными, но мы принимаем ситуацию. И это состояние здоровой адаптации. Постоянная и осознанная смена состояний наших отношений — реалия жизни. И она стала обычным делом, потому что мы хотим быть в динамике. Это позволило принимать все внешние и внутренние изменения жизненных реальностей без напряжения в нашей паре. Процесс невозможно остановить, поскольку невозможно остановить течение жизни. Все постоянно меняется. Так мы продвинулись в сторону более счастливого брака в его второй половине. И я вижу разницу между нашим союзом и многочисленными примерами жизни наших сверстников в период приближающегося старения. У них давно ушла и динамика, и любые изменения. Осталась только фраза. Надо уже доживать так. А что делать? Разгадка и этой головоломки в долгосрочных отношениях теперь понятна как из личного опыта себя, как жены, так и из опыта специалиста по отношениям. Итак, история четырех поколений моей семьи, плюс семейные истории сотен клиентов, а также истории наших выпускников русской школы Гештальта стали опытом, облаченным в страницы этой книги, дорогой читатель. Тысячи человеческих историй и судеб питали эти страницы и сотворяли ее путь к вам. Я всегда знала в любом своем возрасте, что отношения мужчины и женщины станут рано или поздно моим профессиональным интересом. Я никогда в этом не сомневалась, ни в пять, ни в пятнадцать, ни позже. Этот неиссякаемый источник для творчества, подпитываемый непреодолимым любопытством к исследованиям благополучия в паре, в результате стал основным смыслом практики со своими клиентами и группами в русской школе Гештальта – РШГ. Примечание. Русская школа Гештальта – РШГ. Частная образовательная организация профессиональной переподготовки в области гештальтерапии. Основана в 1998 году как Таганрогская мастерская Гештальта. Переименована и лицензирована в 2012 году. Интернет-адрес – гештальт-дефистаганрог.ру, в которую меня много ролей – и основатель, и директор, и основной ведущий тренер с 1998 года. Мой профессиональный перекресток в теме парных отношений – это перекресток четырех наук – психологии, сексологии, гештальтерапии и нейробиологии межличностных отношений. В середине 90-х, работая на кафедре психологии в Таганрогском радиотехническом университете, в Мекке для будущих айтишников, именно для них я разрабатывала мои первые спецкурсы по психологии отношений и сексологии. Можете представить технический университет постсоветского периода, на 80% заполненный студентами мужского пола, но в котором разрешили вести два таких спецкурса. Недалеко находился педагогический институт, и не нужно иметь буйную фантазию, чтобы понять, как рвались десятки девушек, будущих педагогов, на эти спецкурсы. Когда лекции шли в больших залах-аквариумах, они заполнялись нелегалами из пединститута. Это был интереснейший период наблюдений, в которых головоломки были в основном из разряда «где же их глаза?», потому как пары притягивались друг к другу, как капли дождя на стекле, в большинстве случаев оказывались на проверке временем свадьбы ворона с морской раковиной. Примечание. Название картины-графики таганрогской художницы начала 90-х годов, фамилию которой не смогла вспомнить, а упоминания о ней нигде не нашла. Еще не было интернета, по сексологии изданы единичные книги, больше статей, да и то в желтой прессе, в СССР секса нет. Примечание. «В СССР секса нет», ставшее крылатой фразой высказывания одной из советских участниц телемоста «Ленинград-Бостон. Женщины говорят с женщинами», вышедшего в эфир 17 июля 1986 года. Что касается психологии отношений, выходило и того меньше книг, моментально зачитываемых до дыр в местных библиотеках. Например, издание немецкого врача Нойберта «Новая книга о супружестве». Примечание. Нойберт. «Новая книга о супружестве». 1991 год. «Но я была полна идей Сергея Сергеевича Либиха, профессора Санкт-Петербургского «Мапу», публикуемого 80-е самоздатовским способом, воплощая на своих страницах самые передовые идеи и все те знания, которые возможно было получить из первых уст на его кафедре». Примечание. Либих Сергей Сергеевич. 1932-2007 года жизни. Советский и российский врач-психиатр, психотерапевт, сексолог, профессор, доктор медицинских наук, основатель первой кафедры сексологии в России. Он был одним из немногочисленного списка российских сексологов-академиков в 90-е годы. Когда он вел свои Либиховские среды, на которые мы приходили с гордо поднятой головой, как его студенты, занимая место в рядах кресел, остальной народ сидел на полу в проходах и буквально висел на стенах, чтобы мэтра можно было лучше видеть. И все получали наслаждение и удовольствие от тонкостей интеллектуального юмора на скользкие темы, учились приличному слову об этом и совершенно балдели от понимания глубины любого сексологического вопроса. Поверьте, мы вспомним кое-что из его перлов еще не раз. Я весьма нескромно скажу вам, что в те годы мы всем, кто профессионально увлекся и различными направлениями диалоговой психотерапии, немедицинской, и проблемами отношений, в какой-то степени были первопроходцами в том, что рискнули публично озвучивать и обсуждать в нашей стране темы, которые до этого, если и освещались, то в мизерных количествах исключительно в научной литературе. Уже тогда было очевидно и понятно, что семейная или парная жизнь большинства людей намного противоречивей, двойственней, порой болезненней, чем кажется внешне большинству, и львиная доля проблем для пары и вовсе оказывается тупиковой. Несмотря на то, что диссертацию по психологии я защитила по динамике развития студентов вузов с применением гештальт-подхода, неистребимый дух исследователя влечет меня всю жизнь к динамике отношений в паре. Почти 30 лет, начиная любую свою программу, курс или лекцию по парным отношениям, я обращаюсь к присутствующей аудитории с одним маленьким вопросом. Я прошу поднять руку тех, кто считает, что отношения между родителями были такими, которые они хотели бы повторить. Мы и сейчас можем с вами это сделать вместе. Вы хотите таких отношений, как у ваших родителей? Как вы думаете, какой процент людей, довольных совместной жизнью своих родителей, я вижу все эти десятилетия? От 15 до 20 процентов. И это в лучшем случае. Иногда ноль рук на группу. В очном общении или онлайне. На терапевтическом приеме или в группах обучения цифры изменяются к меньшим показателям, чем больше выборка аудитории. Что удивительно в этой истории. Повторяя этот эксперимент с участниками каждой новой группы, имеющими или имевшими парный опыт, и спрашивая их, довольны ли они своей парной жизнью, я получаю тот же результат, плюс-минус 20 процентов. И это не только в России. Когда я проводила семинары в Израиле, в Германии или в Штатах, я видела там те же проценты, но с одной оговоркой. Это работа всегда с группами наших соотечественников. Недавно с разрешения группы мы такой эпизод сняли на видео на одном из модулей программы по парным отношениям в РШГ. Картина распределения аналогична той, о которой я только что рассказала. Казалось бы, сегодня доступ к информации, формирующей нескончаемый поток все новых трендов, фокусирует миллионы людей на том, о чем 30-40 лет назад мало кто даже задумывался. А ВОЗ и ныне там. Эра социальных сетей сформировала целые ресурсы для психологов и смежных специалистов. Платформы, каналы, на которых пишут и вещают в своих роликах кучу советов, как и что делать парам для счастья. Но ВОЗ и ныне там. Из 100 браков 70 распадаются, это по данным 2022 года. А средняя продолжительность брака в России 9-10 лет с тенденцией к сокращению этого количества лет. Примечание. Статистика разводов в России в 2022-2023 годах по данным ВЦИОМ. Почему же все так? Дилемма, про которую сегодня знают даже самые ленивые, на самом деле звучит последние 35-40 лет так. Как принадлежать себе и одновременно быть связанным с другим? Когда в конце 90-х я впервые прикоснулась к подходу Боба и Риты Резник, а потом их принципы ввела в собственную жизнь и программы, результаты работы оказались не просто вдохновляющими. Они сделали мою профессиональную судьбу. Я стала размышлять, чего мне не хватает в их круге отношений. Примечание. Круг отношений. Название модели парных отношений в подходе Роберта и Риты Резник. Как более точечно высветить то, что в избытке и то, что в дефиците в отношениях большинства людей, которых я знаю и не знаю? Одно дело учить профессионалов, другое дело сделать модель практичный, диагностичный и прогностичный для тысяч людей. Я увидела слепые зоны, которые высветила, дополнила и обогатила. Так родился мой собственный взгляд, рассматривающий парные отношения как большое пространство, в котором можно осознанно регулировать и развивать те состояния отношений, без которых отношения не могут быть в хорошей форме, а иногда форма такова, что в отношениях невозможно быть. Более того, такой подход хорошо показывает, как ритм выхода из одного состояния и переход в другое состояние делает отношения живыми, подвижными и нескучными. Что значит строить отношения, видеть и понимать, какие связи требуют расслабления, а какие выводить из нулевого цикла? Как появилась динамическая модель ритма состояний парных отношений? Продолжение следует... Продолжение следует...